по вечерам читаем книгу откровения и мы уже подошли и находимся в основном разделе этой книги в разделе который говорит о том что будет после всего о последних событиях истории которая должна исполниться это как бы история написанная в будущем времени бог знает будущее и он его определяет и он так и он его совершит и книга откровения говорит прежде всего о тех судах которые будут в конце времени на человечество за то что она осознанно пожелает или отвернется от бога и пожелает к соединиться с лукавым садной с антихристом который будет править как правитель и эти суды не могли начаться как и он на небесах видит бога отца который держит эту книгу запечатанную семью печатями которые открывают эти суды и ждет кто бы имел право ее взять и все небо говорит нет никого достойного как только тот кого писание называет здесь агнцем или тот кто взял грехи мира за на грехи мира на себя и христос и вот и христос последние строки предыдущий глав читали он берет эту книгу и имеет право запустить эти последние события которые повествуют о судах о судах над над людьми о судах которые люди сами себе избрали избрав образ жизни когда повернулись богу спиной шестая глава книги откровения первый стих и увидел я это пишет иоанн и увидел я что агнец иисус христос снял первую из семи печатей этой книги и я услышал одно из четырех животных живых существ каких-то рода ангелов которые бога славят когда один из ангелов сказал мне говорящие как бы громовым голосом иди и смотри впереди посмотри что откроет это первая печать второй стих я взглянул и вот конь белый и на нем всадник имеющий лук и дан был ему венец и вышел он как победоносный и чтобы победить причем в последующих повествованиях будет дальше писаться этот всадник на на разных конях он несет явно несет бедствия несет наказание о первом говорится так что даже не сразу легко понять хорошо это или плохо что он этот всадник вышел несет он наказание или может быть какое-то избавление хотя смотря в целом этот отрывочек понимаем что эта книга о судах божий он не может нести там радости или благословения он несет к какого рода казнь или кого-то рода зло но наверное под таким видом что людям кажется это как вот как 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 садник на белом коне как тот кто несет возможно мир или какое-то благословение это это отрывок описаниях что и главу откровения хорошо читать как бы параллельно с тем что сам иисус христос на земле сказал отвечая на вопрос о последнем времени о признаках его пришествии и видно что как бы они друг друга объясняют и как бы синхронно повествует хронологически у тех же самых событиях матфея 24 глава у кого из библии можно поставить закладочку на матфея и на откровение 6 глава откровение 24 главу читаю как бы с третьего стиха когда же сидел он на горе ильеонской то приступили к нему ученики иные дни и спросили скажи нам когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины век вот сам христос на этот вопрос отвечает о что будет в конце какие признаки последних событий и первое чем говорит первый признак или первое что будет явлено людям стих 4 иисус сказал им в ответ берегитесь чтобы кто не прелестил вас ибо многие придут под именем моим и будут говорить я христос и многих прелестят кстати некоторые комментаторы когда вот рассматривается 6 главу откровения этого белого коня горит это наверно христос потому что он и так и сбывается первое первое как бы что будет делать сатана он будет делать вид или копировать христа что люди даже потому что это христос но иисус берегитесь это он вышел чтобы плестить и наверное книга откровения повествует о том что реально в последнем времени дьявол войдет какую-то личность это будет человек и этот человек под действию сил дьявола станет мировым правителем мировым лидером и наверное его правление начнется вот как правление всадника на белом коне несущего возможно мир объединение кита хорошие предвыборные лозунги которые даже насчет якобы исполнять и это будет также связано с тем что он будет и превещать чтобы они не только шли за ним как зрителям а поклонялись ему как богу и господь предупреждает нас хотя это выразиться очень ярко в последнем времени всадник на белом коне но наша ответственность и сейчас когда действуют эти силы зла чтобы не подпасть под это обольщение писание говорит о том что не раз говорили о том что сатана приходит в виде ангела света сам темный он сам из ада но пытается людей так обольстить чтобы они подумали якобы что они служат богу когда поклоняются ему или павел писал о том что говоря какое будет последнее время что обманщики будут преуспевать возле вводя в заблуждение заблуждаясь но ты же человек божий ты оставайся в том чем ты научен и вникает в писание ответ на эти опасности которые явно завоюют мир ответ в том чтобы мы не просто больше знали что такое зло лучше и ближе были к христу истине в писании или господь не раз говорил о том чтобы чтобы вас то не пролистил что мы должны делать ободствовать мусульте это состояние такого духовного сидения с богом когда жизнь направлена на бога и посвящена им им и мы молимся ему мы читаем писание мы ему служим мы подчиняемся им это первая печать наверное откуда обольщающие действия чего насчет сатана сатана правитель чтобы люди как бы единогласно или почти негласно его поддерживали стих 3 откровение 6 глава стих 3 и когда он снял вторую печать я слышал второе животное говорящее иди и смотри и вышел другой конь рыжий ярко-красного такого цвета и сидящему на нем дано взять мир земли и чтобы убивали друг друга и дам ему большой меч ярко-красного цвета конь и всадник с мечом на нем повествует о том что наступит период жесточайших и повсемассовых воин на земле этот всадник вдохновит этот под правилением антихриста люди вдохновляться и эти войны будут всегда принципе на земле на есть период в период воин но это будет настолько же повсеместно и жестокое наверное и с применением того оружия которое ухищает людьми иметь все все более сильного так чтобы люди убивали друг друга вообще писание что говорит вот это вот стремление воевать стремление убивать она но не от бога здесь явно написано это будет это будет кара от бога который бог доступен допустить и будет сделано по вдохновению от дьявола хотя возможно так как бы мотивы этих воин всегда люди ставят какие-то хорошие рамочки за справедливый за чтобы ограничить куда зло якобы но зло злом не ограничивается зло только поощряет или увеличивает еще большую месть еще большую ненависть и сказано данным большой меч это будет очень-очень много зла очень большие войны ракеты будут летать поражать большие большие города это будет это будет страшная паника это будет миллионы или больше смертей бог благословит нас понимать что мы мы люди которые верят из христа сам христос называют на свои миротворцы люди которые берут в руки оружие земное духовным оружием противостоять этим этой злобе лукавого отвечают на зло не не злобой на любовь давайте все увидимся к матфею и увидим что тоже как это строить часть такая же самая как к чему говорится матфея мы читали 4 5 стих потому что будет обращение вот 6 стих 24 главы также услышите его военных слухах у военных и военных слухах 7 стих и восстанет народ на народ и царство на царство удивляемся и удивляемся и удивлялись в том что большую часть своей жизни жили в мирной стране сейчас конфликт сейчас война прикрытые или не прикрытые локальные но на война но в конце это будет намного больше и это будет повсеместно тоже смотря дальше матфею что следующее будет по матфею вот после войны 7 стих дальше и будут глад будет голод будет голодовки и открываем третью печать также говорится о голоде 5 стих и когда он снял третью печать я слышал третье животное говорящие идеи смотри я взглянул вот конь вороной то есть как бы как черный как смола и на нем всадник имеющий меру в руке своей меру это весы как для измерения на продаже рынке нам продуктов или в магазине имеющий мир в руке своей садник на этом черном коне 6 6 и слышал я голос посреди четырех животных говоривший говорящий хеникс пшеницы за динарий хеникс это примерно литровая баночка а динарии это средняя цена которую человек зарабатывал за день сегодня пусть будет а не знаю 200 скажем может быть даже больше средняя цена работа за день вот литровая баночка пшеницы это это не даже не муки это даже не муки зерен пшеницы то есть это чек человек будет тяжело работать физически и он сможет заработать палечку которого даже это ему не хватит сказано и чмень 6 меня стоил это самое дешевое было зерно в римской империи он мог эти три баночки этого ячменя наверное ячменем он бы пропитался за день у меня уже семья и дети которые все это то что выходной день чтобы не выйти на работу это тот даже минимум что не хватит на пропитание его семье ему нужно будет тяжело работать и семья будет голодать также говорится это цены цены на на пшеницу и на иначе менее это цены на продукты для бедных да последние фраза или же и вина не повреждают или и вино это продукты из из ряда элитных для богатых то есть их их как бы а им вреда не наноси пусть продукты для богатых будет вдоволь чтобы чтобы не как бы могли себе купить свои деликатесы а бедным и деликатесы будут будут недоступны это что даже самые самые дешевые будет по цене деликатес иными словами кто-то сможет себе имея хорошие там деньги на счетах иметь достаток и иметь изобильность в их столах большинство людей или простые люди вынуждены будут реально голодать и даже сказано также будет посредством даже умирать от города и тоже мы понимаем что ну как мир не говорит о том что нужно быть цивилизованными там дружными помогать друг другу и странным и бедным но правда в том что с годами с каждым годом это правда это все понимают что богатые люди становятся все более богатыми а бедные становятся все более бедные это вот разница она только увеличивается и это во всех странах а в конце это еще лучше усугубиться под приходом дикость еще усугубиться и голод это не потому что правда сегодня вот часть людей там в африканских странах умирают от голода не потому что на земле нет продукт могут выкинуть их их на мусорку а там будет мать голода опять таки это это не это не от бога это казнь людям за их не безбожие писание учит нас наоборот быть щедрыми делиться друг с другом чтобы не было так же смотрим на жизнь на жизнь первой церкви там не было разницы богатый и бедный все было бы все было один пример одинаковый потому что кто имел больше делиться с тем-то и меньше было как бы пить добровольные перераспределение своей собственность чтобы чтобы все были в достатке и все были сыты понимая понимает мы должны быть благодарными богу за то что мы сегодня имеем что мы можем день проработать и купить не только баночку пшеницы даже не килограмм муки намного больше следующая казнь следующий всадник 4 он выходит после снятия 4 печати стих 7 и когда он снял четвертую печать я слышал голос четвертого животного говорящий иди и смотри я взглянул и вот конь бледный цвет цвет смерти буквально бледно-зеленый как цвет уже трупа лошадь масти и на нем всадник которому имя смерть и этот садник на такой вот бледно-зеленой лошади скачет а он сказать он скачет эта смерть и за смертью следует еще вот я следовал за ним сначала идет смерть косит людей эти по-видимому черт не спасенные души умершие подбирает сразу же от чтобы взять их себе и данная ему власть на четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными и дала ему власть даже эти бедствия они под божьим контролем даже то зло которое хочет сделать лукавый она в том в тех пределах которые бог допускает в данном случае в тех допущено за из-за того что вот народ люди будем видеть дальше осознанно как бы решили просто бунтовать против бога но это зло бог отмеряет чтобы не на всю землю а вот на четвертую часть земли эти бедствия несущие в конце концов смерть ну вот сказано здесь вот эти воины этот голод и говорится вот восьмой стих мор и зверями земными может добавляться эпидемии болезни несущие смерть не зря и на на всю как бы прогресс медицины и лекарства и зверями земными не знаю это будет буквально это хищники или или возможно звери будут распространителем инфекции да вот сейчас даже есть вот этот птичий гриб только свиной то еще что-то можно будет разносить но вот как бы целый комплекс этих этих вещей все они будут работать на одно что будет вот до четвертой части земли будет по группу под угрозой смерти и тоже смотря на на его не матфея то также вот мечтали седьмой стих и будут глады воины седьмой стих потом глады и мор море это это эпидемии которые будут качать людей ну там еще последняя фраза стиха 7 и землетрясение землетрясение это будет по откровению шестая печать мы сейчас в четвертой но самое страшное не только смерть а вот то что вот идет смерть а за ней тут же идет а да вот как бы второй второй отряд фактически все кто умирают это это люди умирают без бога без спасения и от подбирает и души и наполняет ими вот это место мучения и это самое страшное мы понимаем что все равно человек рано или поздно на земле умрет от эпидемии или старшихся болезней это как бы скорбно что такое будет но то что душа умирающий идет в ад это уже невозвратимо и это это то что можно было бы поправить если смерть все равно рано или поздно человек с ней встретиться то с адом он может не встречаться или это пришел христос чтобы чтобы мы уверовали покаялись имели прощение в грехах и это то что бог предлагает чтобы нам иметь это спасение и то чтобы мы спасением этой вести о спасении уделились не снесли что мир который катится в ад именно в этом мире бог оставляет церковь как чтобы мы свидетельствовали о спасении о евангелии были светом и души могли вырваться из этого такого вот бега в ад и спастись шестая печать как бы приостанавливает череду этих казней и говорит о о другом или других людях шестая глава откровение 5 5 5 9 стих когда он снял пятую печать и видел я под жертвенником души убиенных за слово божье и за свидетельство которое они имели и и в изопили они громким голосом говоря даку даколи владыка святой и истинный вот кого нужно звать владыка святым даколи владыка святой истины они обращаются к богу не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь наш 11 и далее были каждому из них одежды белые и сказано чтобы они успокоились еще на малое время пока на кое время пока и сотрудники их и братья их которые будут убиты как и они дополнят число из говорится о том что на время приоткрывается что в это время когда этот антихрист будет царствовать и будут эти войны будут эти эти беды эти войны и беды будут допущены от бога будут с карами божьими но в это время сам антихрист будет охотиться на на людей на особый вид людей и их убивать вот эти люди называют бога почему ты за нас не мстишь что это за люди люди которых бог называет своими которых он надевает белые одежды это люди которых являются спасенными и наверное можно сделать вывод это люди которые во время этого правления антихриста не покорились антихристу не дали ему себя обольстить люди которые во время великой скорби уверовали или возможно по-настоящему веру ли если они были можно такой вот номинальной церкви они не были не будут вознесены когда являются эти события некие откровения и будут на их глазах исполняться они по-настоящему обратятся то есть это люди которые уверуют во время великой скорби но уверуя во время великой скорби и не подчиняясь антихристу они навлекут на себя вот это вот гнев этой мировой машины которые будут уничтожать это видно в этой книге откровения глава двадцатая также снова говорится по-видимому об этих самых глава двадцатая книга откровения стих 4 и увидел я престол и сидящих на них которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство иисус и за слово божье которые не поклонились зверю антихристу не образу его и не приняли начертание на чело свое и на руку свою они ожили и царствовали со христом ищу лет вот почему они говорят почему ты не мстишь за кровь нашу потому что они были казнены этим антихристом каким способом как галитина были бы им было трублено голову их не кровь невинная была пролита и эти души обезглавленные вот или эти души они и это тоже показывает что вот душа есть и они уже убиты они же биты но на души их не есть и души где-то перед богом на небесах эти души пред богом на небесах говорят о том что господи по своей справедливости нужно наказать то что такая несправедливость на земле царит нужно наказать тех кто убивает твоих детей еще за что они были убиты вот они не поклонились антихристу служили христу говорили о христе как бы они взрывают том что пора казни усилить пока эти попарайте бедствия запустить еще в большем объеме и бога ли да это будет так и даже запускается дальше 6 казни в большем объеме но это будет постепенно потому что я жду пока число таких как вы убитых но спасенных добавится тогда фактически да спасались таким способом ты стоишь верующим ты будешь недолго но это небо это не поражение это победа тихости убивают душа живого бога и бог планирует и это тело сказано они живут и будут царствовать воскресить снова в этой казни мы видим что всегда бог говорил нам что быть верующим это не означает прожить легкую жизнь без страданий в тот период это будет колоссально да это фактически каждый станет верующим он станет также мучеником убитым обезглавленным голову трубы за христа за веру сейчас бог дает нам другие возможности но при этом путь всегда остается как иисус говорит кто хочет и за мной возьми крест свой путь крестный означает быть верующим даже возможно ты можешь умереть за евангелие за что тебя будут гнать презирать одна сестра еще называемые сестрой нашей церкви должны с ней пообщаться сказал о том что я наверное не буду я решила не посещать собрание потому что мои дети против это небольшая цена если мы не готовы платить даже такую цену то если ты с моим не страдаешь господь горит и тыс на не прославишься и последние в этом в этой главе шестая казнь или шестая печать открывающая шестую казнь кстати тоже по книге матфея вот параллельный отрывочек на 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 пятую казнь там говорится о том что матфея 24 глава стих 9 тогда будут придавать вас на мучение убивать вас и вы будете ненавидимы всеми народами за имя моё тоже говорится об этом том что будет в канун пришествия христова на землю так клей не шестая шестая печать это будет 12 стиха и когда он снял шестую печать я взглянул и вот произошло великое землетрясение и солнце стало мрачно как как в лосинице то есть солнце перестанет быть тем светильником который сейчас и луна сделать как ровную луна понятно потому что она если солнце помрачиться то луна которая только отражает 13 и звезды небесные пали на землю как смоковница потрясаемая сильным ветром роняет незрелые смогу свои метеориты какие-то астероиды землетрясение которые вот который будет на земле на которые ему будет иметь последствия на всю вселенную даже вот солнце изменится потускнеет метеориты 14 и небо скрылась свившись как свиток фактически то небо голубого который сейчас есть она исчезнет и всякая гора и остров двинулись мест своих настолько глобальные землетрясение что всякая гора и и вот какая реакция у людей 15 и цари земные и вельможи и богатые и тысячи начальники и сильные и всякий раб и всякий свободный скрылись пещерах и в ущелье гор так что вот не зря уже на социальные различия здесь же не будет как при голоде паника и ужас будет на всех от президента до бомжа 16 и говорят горам и камням падите на нас и закройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева агнц ибо пришел великий день гнева его и кто может устоять люди после этого землетрясения настолько ощущать как будто бы увидят на себе гнев божий что будет такой страх и такой ужас что что будет скрываться и просить добровольно чтобы эти горы пали на них чтобы они не могли терпеть на себе этого гнева божий насколько это ужасно гнев божий это реальность реальность и они кто может устоять вот может устоять те кто то выбрал то выбрал для себя божью милость бог желает нам привить божью милость но те кто отказывается от его милости вот сами на себя облекают встречаться уже не с богом милующим с богом который имеет справедливый святой гнев на грешника и люди только увидели только это ощутили мы жить не можем не хотим жить насколько это страшно и кстати в принципе вот этот последний вопрос этой головы кто может устоять ответ будет в 7 главе 7 глава повествует у тех кто устоит на кого этот гнев не коснется вот это те кто будет число запечатленных спасенных это те кто этому он кисть и кто не поклонились а кто выбрали для себя просто верить иисуса христа поэтому ну этот этот это только как к языком книги мотфея 8 глава после этого там сказано это только это только начало болезни это только вступление дальше будет повествоваться как как эти казни будут нарастать как вот страшно впасть на в руки справедливого святого и гневающегося бога но кто может устоять говорит о том что вот есть возможность бог предлагает другое бог предлагает прощение милости бог полагает предлагает нам что мы получили непосправедливости которые мы заслужили за свои грехи он предлагает нам прощение полное прощение ввиду того что для нас сделал на кресте наш господь иисус христос он понес на себе этот гнев божий гнев который так пугал людей да гнев был на христа за нас и каждый кто из нас кто кается в своих грехах пред богом мы понимаем что этот гнев заслуженный но и или тобой на меня на меня взял взял на себя христос чтобы дать нам уже не гнев божий о божью милость братья сестры эти эти события которые будут будущем еще раз нас вдохновлять смотреть на жизнь земную так чтобы понимаем понимали то это временный мир и зло торжествует торжествует очень недолго за все зло будет будет справедливое воздаяние что мы были людьми веры которые ожидают лучшую землю и лучшие небеса и это будет во славу господа аминь